Еще один вечер в Куалумпуре мы его решили провести в историческом центре города на площади Мердека или площади Независимости. Добрались мы сюда пешком минут 25 неспешного хода и навигатор нас привел на стеклянный мост именно туда, куда мы и хотели прийти. С этого моста открывается вид на место слияния двух рек Кланг и Гомбак. Именно здесь около 200 лет назад появились первые поселения Китайской и Малайской общины на восточном побережье, а западное побережье занимали сельскохозяйственные угодья. Несколько инсталляций. Вот инсталляция, показывающая вид сверху на исторический центр города. Ну и мы проходим дальше. Уже узнаваемое здание Национального музея текстиля. И вот, собственно, вид сам на площадь, на площадь Независимости Куалумпура. Знаменитый 100-метровый флагшток, на котором развивается малайский флаг. До 30 августа 1957 года здесь можно было увидеть Юнинджек, флаг Соединенного Королевства. А 30 августа в полночь был поднят малайский флаг и провозглашена независимость Малайской Федерации. Знаменитый фонтан полицейского. Интересно, что создан он был именно в память о очень популярном полицейском инспекторе Стиве Харпере. Но мы отправились в городскую галерею сначала, потому что времени уже до ее закрытия оставалось буквально 30 минут. А хотелось сюда зайти, чтобы посмотреть одно очень интересное место. На первом этаже макеты зданий, которые окружают площадь. Представлена история Куала-Лумпура. Вообще Куала-Лумпур переводится как грязная устья. И когда-то это было небольшое поселение, превратившееся в довольно богатый шахтерский городок. Ну а затем сюда была перенесена столица Малайзии. Небольшая экспозиция, представляющая малайский текстиль. Очень яркие краски. Необычные орнаменты. Ну а мы поднялись на второй этаж. Самое знаменитое здание, дворец Абдул-Самад. Несколько мест интересных для того, чтобы сделать интересные фотографии. Но самая интересная инсталляция впереди. Как известно, Куала-Лумпур славится своими небоскребами. И вот та самая инсталляция. Это самые высокие здания Куала-Лумпура. Самые высокие и красивые небоскребы. И обратите внимание, Петранасы, башни-близнецы, 452 метра. И рядом стоит огромная башня Мирдека, которая сейчас строится и будет уже закончена в 2020 году. И высота ее будет 630 метров. Здание, знаменитое здание, дворец Абдул-Самады. Здесь проходят все праздники, парады национальные. И мы попали, конечно, как раз на подготовку одного из таких праздников. История вообще, поле этого достаточно интересна. Когда сюда была перенесена столица, британский резидент Уильям Дуглас приказал, чтобы земли были выровнены, осушены. И здесь располагался учебный полигон для полицейских. Ну, а следующий британский резидент был очень увлечен спортивной игрой, крикет. И приказал, чтобы поле это было приведено в надлежащий вид. И чтобы стало пригодным для спортивных, как спортивное развлечение. И вот таким образом оно выглядит сейчас. А вот вдали как раз виднеется 40-метровая башня, часовая башня Абдул-Самады. И то здание, о котором я говорила, это башня Мердека, которая будет высотой 630 метров и будет главенствовать над стен Куаул-Лумпуром. Ну, а мы пошли дальше. Пошли на второй мост, на второй стеклянный мост. Вообще здесь очень много надписей, которые гласят Рива оф Лайф, река жизни. Вообще это малайский проект по очищению и благоустройству рек Малайзии. Но, наверное, все же это сделать будет очень сложно. Пока вода в реке очень нечистая, так будем говорить. И вообще Куаул-Лумпур не производит впечатление самой чистой столицы мира. Поэтому очень трудно менять то, что прижилось веками. Но красивая набережная сделана для прогулок. И отсюда открывается хороший вид на мечеть Джанек. Это самая старая мечеть города. Она была открыта в 1909 году. И интересно, что строилась эта мечеть под руководством английского архитектора. Вдали вот такое здание виднеется с электронным табло. Мы долго стояли, ждали, когда же появится флаг Малайзии на этом здании. Потому что после этого идут рекламные объявления. Ну и вот мы опять на первом стеклянном мосте. Такая вот интересная подсветка с паром. Вдали игрушечная мечеть Джанек. Еще один день на Школу Ампурии заканчивается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.